всем привет с вами одна руки борис и мы с вами продолжаем проходить игру дум 3 вот в прошлой сирии мы с вами спустились в ад точнее не мы сами а нас телепортировала вот сама и да вот такая вот рожа страшная нас встречает напоминает икону греха из первой второй части точнее 2 вот да мы смотрели вот на этих скелетиков короче не полная у нас жизни я немножко мы с вами тут потрепанные потрепались так сейчас я вспомню куда куда тут идти а вот сюда там уже что-то есть у аптека это это что-то этих личин и причин кидай это чьи-то да ах ты отстань а вот еще летит и чё вы так по одному будете вылетать ты аптеку и сто процентов жизни класс так что-то где-то еще лежала до или мне показалось вот эта часть мне напоминает если честно ну вот кроме вот этих вот штук кроме вот этих вот штук это мне что-то напоминало напомнило мир зен из первой халфы так аптека хорошо если что сюда прибегу если дадут прибежать то есть и и и и ух ты ем ее тихо 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 подожди ты чем нет добить хочешь вот отсюда убегаем уже еще вот это конечно да это нечестно и вообще ничего не успел сделать мне же примет есть всего сейчас я вас тут расстреляю всех вон она гадость летает так и чего и где все остальные так он там еще появился другалек отдыха да бронежилет а как я в темноте без фонарика это увидел бы вообще что ли да дурынды адские сейчас подождите я тут по этой самой тихо ты не пугай меня так перезарядку делаем здесь тоже здесь все сохраняемся вроде вроде живем кто где тихо так да что ты здрасте здрасте манкубус у нас тут да стык от меня ребенок опросивный перезаряжись и скорее пожалуйста ужасно и тут опять извиняюсь по по темноте шарится так этом конечно кого-то слышу у по эти куда куда куда-то меня пресс до хорошего спасибо это че такое у нас так давайте я ну-ка это че такое кто еще че я берсерк они тоже не версия конечно же жизни мало теперь гостях да тут еще не стреляются да давай 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 скорее убегаем так зеркат хотел прыгнуть там промазала у еще один так выходи да сколько у вас может быть это где так быстро бежим куда-нибудь где есть аптечки ой ну 29 жизни это конечно не так мало как у меня было да да блин там еще кто-то да будет о здравствуй с кто так и а кто и вот 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 кому все как раз вот вот все Что-то мне-то не нравится. Сколько можно, а? Дайте бабушке покоя. Танцуют они тут. Так, давайте я тут пройдусь еще раз. Может быть здесь будет что-нибудь, что я пробежал, например. А то тут, не знаю, следы какие-то, да? Так. О! Ой-ой-ой! Ой, хорошо как. Ракетная установка, класс! Сейчас, подождите. О! Хорошо, ну-ка теперь давайте немножко успокоимся. Придем в себя. Подождем, когда игра прогрузится. Саймон Гарлик. Опа! Ну-ка, сейчас будем слушать. Научный сотрудник Саймон Гарлик. 8 августа 2145 года. Я, похоже, потерялся. Не знаю как, но остался один. Здесь... Здесь все так. Здесь может быть все, что угодно. Я собирал образцы. Обернулся. Никого нет. Вот стою, поворачиваюсь. И никого. По радио никто не отвечает. Они как будто испарились. Только инструменты валяются. И всякие мелочи. Как будто они вдруг бросили работу на середине и исчезли. Здесь не наш мир. Тут нельзя верить ни глазам, ни чувству времени. Надеюсь, они просто перешли в другой сектор и ждут меня там. Я отправляюсь на поиски. Саймон Гарлик. Конец записи. Научный сотрудник Саймон Гарлик. 10 августа 2145 года. Прошло двое суток с тех пор, как я последний раз видел наших. Не знаю, как мне удалось протянуть так долго. И как я вообще остался в живых. Их просто порвали в клочья. Это демоны. Другого слова не подберу. Никогда не видел, чтобы такая здоровенная туша двигалась с такой скоростью. Господи, куда же мы попали? Зубы. Так и стоят у меня перед глазами. Зубы и звуки неописуемые. Не сомневаюсь. Рано или поздно они меня найдут. Играют со мной, наверное. Отпускают побегать, как кошка, мышку. Иногда я вижу их во тьме. Зачем они меня дразнят? Не знаю, сколько я еще протянул. Я стреляю по теням и каждую секунду чувствую, как эти твари подбираются все ближе. Зачем мы только... Все, да? Вот, да, слушайте. Так, ну-ка. Да, кстати, тут цель задания найти души куп и покинуть ад. Так, это все оружие. Блин, я хочу здесь найти БФГ. Я вот, на самом деле, думал о том, что если я тогда... Тогда бы перед адом нашел бы БФГ. И это БФГ у меня все равно бы отняли. Вот. И в аду заново приходится подбирать вещи. Вот. И тогда бы БФГ тоже, типа, должно выбиться просто так. Не знаю, посмотрим. Так, давайте почитаем тут эти самые... Почту. Хизер Илэйн. Ожидание от экспедиции. Саймон. Я знаю, что вас направили в экспедицию 14А2. Мы надеемся, что ваша экспедиция сможет достичь неискаких целей. Поскольку вы знакомы с найденными дабличками, мы хотим, чтобы вы нашли схожие артефакты по ту сторону главного портала. Аналогичные письмена любого рода следует сфотографировать и по возможности взять с собой. Тем не менее, в первую очередь, мы бы хотели захватить еще несколько живых образцов. Мы уже получили несколько маленьких существ, так называемых бесов. Теперь хотелось бы захватить хотя бы одно существо покрупнее, которое называют Бароном Ада. Зачем им это? Предыдущие экспедиции сообщают, что видели их в районе выхода главного портала. То есть в точке, куда вы попадете. У вас будет с собой оружие, но если возможно, мы бы просили не убивать, а только обездвижить существо. Нам хотелось бы получить живой экземпляр. И последнее. Путешествие через портал вызывает разнообразные реакции. Мы хотим, чтобы вы постоянно вели аудиодневник и описывали все свои ощущения. Мы их потом проанализируем. Желаю удачной экспедиции. Хитер. Нафига им там Барон Ада? Я, конечно, понимаю, для изучения, но это изучение было бы для них последним, получается. Саймон. Так, кстати, пишет Эрл Бэш. Уникальность иных измерений. Саймон. В рамках подготовки к вашему прыжку на следующей неделе я хочу проинформировать вас еще об одной группе задач, которую мы ставим перед вами. Поскольку главный портал не действовал уже несколько недель, у нас не было времени разобраться с некоторыми физиологическими отсчетами. По ту сторону портала внимательно следите за своей выносливостью во время движения и работы. Многие, побывавшие за порталом, отмечали отсутствие усталости. Кстати, да, о чем я и говорил в прошлой серии, по-моему, да? А другие вообще работали как завезенные, не нуждаясь в отдыхе. Одна из групп назвала это геракловым комплексом. В любом случае, записывайте любую дополнительную информацию, касающуюся этого феномена. Спасибо и удачи на следующей неделе. Эрл Бэш, научный сотрудник. Вот так, вот так, вот это, блин, такое дело. Так, давайте я сейчас тут с F5 сохраняюсь. Да? Так, а нам вот туда надо. Ой, я даже не знаю, может быть сейчас закончить данную серию, блин? Вот что за этой дверью будет, я вообще не знаю. Ладно, я думаю, что так и поступлю. Давайте я еще раз сохранюсь так. Так, сохранюсь по-другому. На единичку опять же. Да? И на этом я заканчиваю серию. Это была игра Doom 3. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok